Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Николай Слепцов и Екатерина Голикова у микрофона редактор Сергалана Антонова. Сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», созданного по инициативе прокуратуры Республики Саха-Якутия в целях правового просвещения и правового информирования населения республики. И тема сегодняшней передачи – причины и условия IT-преступлений. Как не стать жертвой? Последние десятилетия информационные технологии прочно вошли в жизнь практически каждого человека. Однако с той безграничной пользой, которую представляют мобильные и интернет-услуги, в нашу жизнь, к сожалению, входят и преступные посягательства. Какова ситуация по IT-преступлениям на сегодня? В чем их причины? Какие способы мошенничества наиболее распространены? Как распознать мошенника и уберечь средства на своей банковской карте? Об этом сегодня наш разговор. Позвольте представить гостей нашей студии. Это начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, старший советник юстиции Иван Анатольевич Сергеев. Добрый день. Добрый день. А также управляющий отделением Национального банка по республике Саха, Якутия, Дальневосточного главного управления Банка России, Антон Анатольевич Коноплев. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Ивану Анатольевичу. Как у нас в республике обстоят дела по IT-преступлениям? Каких из них больше всего? Что нам говорит статистика? Добрый день. Дорогие телезрители, хотелось бы сообщить, что количество дистанционных хищений у нас, в принципе, пошло на убыль, но не так существенно, как хотелось бы. За первый квартал текущего года у нас немножко статистики зарегистрировано 682 преступления. В прошлом году их было 777, то есть снижение произошло на 12%. Удельный вес у нас тоже снизился от 24 до 23%. А если брать по конкретным городам и районам, то ситуация обстоит следующее. В Якутске у нас произошло снижение на 16%, то есть было 478, стало 397, ну порядка где-то 80 преступлений. В Мирном пошло снижение на 18%, Валдане на 10% снижение. В Невернгии наоборот на 100%, увеличение пошло с 25 до 50. И в Мигин-Кангаласском районах у нас на 35% произошло увеличение с 14 до 19. То есть статистика такова по республике. Снижение в 17 районах, а рост в 13 наших муниципальных образованиях. То есть, как мы видим, где-то наши граждане уже научились противодействовать этому виду преступлений, не поддаваться на действия злоумышленников, простым языком говоря, уже не дают себя так просто обмануть. А в ряде районов у нас профилактика еще не дошла до наших граждан, еще не научились мы противодействовать этому виду преступлений. Тем не менее, общий ущерб у нас выше, чем в прошлом году. За эти три месяца злоумышленники сумели выманить из наших граждан 86 миллионов рублей. Очень большая сумма. Да, сумма порядочная. В прошлом году их было 74%. Раскрываемость, к сожалению, остается невысокой. У нас порядка 26%. Это у нас статистика информационного центра МВД Республики дает данную картину. Кто чаще всего у нас становится жертвой преступников? Жертвами данных преступлений становятся граждане от 18 до 24 лет, это 10%. От 25 до 29 лет, это 8%. И от 50 до 54 лет, это 9,6%. От 60 и старше, это 17%. По социальному статусу потерпевших подразделяются работающие по найму, это 36%. Без постоянных источников дохода 21%. Пенсионеры, к сожалению, 18%. Государственные муниципальные служащие 11%. Также у нас идут и учащиеся в образовательных учреждениях, это 2%. И индивидуальные предприниматели 5%. Если брать по временному разрыву, то звонят, попадают чаще всего в такое время, как с 18 до 23 часов, в вечернее время 35%. После обеда 14 до 17 часов 22%, до обеда 10, до часу до обеда 30%. Ну и, соответственно, часть населения у нас 11%, это так называемые полумощники, они попадают 11%. Какие схемы мошенничества у нас наиболее распространены? Давайте все-таки затронем. Да, наиболее распространены у нас схемы такие. Вам звонит работник банка, также дает подложное объявление о купле-продаже или аренде различных имуществ на интернет-площадках, таких как Авито, Дром, Юла и другие, предлагающие внести аванс. Фиктивный покупатель по вашему объявлению, запрашивший данные вашей карты для перечисления вам оплаты, также существуют якобы эффективные биржевые площадки, где предлагают вам быстрый заработок. Псевдоброкеры предлагают поправить финансовое положение, вложиться в растущие валюты, нефть, драгметаллы, фьючерсы на них, криптовалюту, ценные бумаги, инвестиционные паи и иные выгодные инвестиции. Для чего скачать приложение и открыть так называемый брокерский счет. Запомните, настоящие банки не звонят, не соглашайтесь перечитать вам аванс по объявлению, не вкладывайте деньги на неизвестные вам биржевые площадки, проверяйте их легитимность на сайте Центробанка, не ведитесь на так называемые супервыгодные предложения. Иван Анатольевич, мы разговаривали перед началом нашей передачи, и вы озвучили статистику буквально за последние сутки, по горячим следам. Как эти сутки прошли? Да, за эти сутки у нас было зарегистрировано три преступления, как раз по этому виду мошенничества. Получается, у нас в трех районах Ленске, Мирном и Ньюрингли у одной гражданина обманом извлекли 500 тысяч рублей, у одного 700 тысяч рублей и еще в одном населенном пункте 1,2 млн. Вот видите, какие большие суммы, и это результат всего лишь одного дня, одни сутки прошли. Вообще, каким образом обманывают по объявлениям, и вообще, давайте заострим внимание, да, все-таки, что нужно знать гражданам, и какие у вас есть рекомендации? Рекомендации у нас, естественно, следующие. Не сообщайте по телефону и не вписывайте где-либо в интернете или мессенджерах ваши личные данные, персональные данные своих счетов и карт. Пользуйтесь только проверенными сайтами при оплате в интернете. Не переходите по ссылкам, присланным на почту и в мессенджер. Запомните, даже если звонящий называет ваши фамилии, имя, отчество, паспортные данные и номер банковской карты, звонит с телефона номера вашего или иного банка, это, скорее всего, мошенник. Существуют так называемые подменные номера. При подозрении на то, что данные карты стали известны посторонним лицам, необходимо заблокировать и перевыпустить карту. Знайте, дистанционные мошенники – это стихийные, талантливые психологи, умеющие быстро и ненавязчиво втереться в доверие и убедить вас, то есть абонентам во всем, что угодно. Спасет от них только умение не поддаваться панике и здоровый скептицизм. Не доверяйте незнакомым вам лицам, кем бы вам не представились, самостоятельно проверяйте информацию, прежде чем переводите деньги. Не сообщайте никому ваши персональные данные, в том числе банковской карты. Помните, что трёхзначные цифры на обороте вашей банковской карты – это ключи к вашим бенгам и к вашим обязательствам. Хорошо. То есть мы можем просто посоветовать нашим телезрителям, радиослушателям, если поступил подозрительный звонок, просто сказать «я сам свяжусь с банком». Проще, наверное, так ответить и положить трубку. Но, тем не менее, казалось бы, люди предупреждены о том, что случаются киберпреступления, но всё же они попадаются на удочку. Почему, как вы думаете? Я так думаю, что определённая часть населения, которая считается работающими, госслужащими, муниципальными служащими, скажем так, уверенная на себе часть населения, считает, что я, может быть, кто-то сейчас обидится на мои слова, но часть населения считает, что их эта чаша сияния минует. То есть они думают, что именно их не обманут, что именно они обладают определёнными знаниями, познаниями, чтобы не пойти на уловки. А ведь на это-то и как раз рассчитывают эти мошенники. И поэтому наши, к сожалению, граждане попадаются на эти уловки. Ну а, соответственно, по пенсионерам хотел бы сказать, что да, есть и такая часть населения, которые ведутся на различные способы уловки мошенников. Но они, наверное, прежде всего берут на испуг. Да, на испуг берут. С вашей карты снимают деньги, заблокировали и так далее. Антон Анатольевич, давайте к вам перейдём. Схема обмана со звонком от имени банка, в общем-то, она не нова. Но почему-то якутяне, как мы сказали, продолжают вестись на такие разводы и теряют крупные суммы денег. Почему? Ну да, к сожалению, наши люди попадаются на этот крючок. Но я бы хотел сказать, что одна из причин – это массовость. За 2021 год у нас зафиксировано 179 тысяч звонков. То есть это огромная лавина, которая постоянно сыплется на голову людей. Люди, конечно, в этой ситуации попадают. Но, как правило, звонок попадает, когда человек не готов. То есть тут же мошенники на него воздействуют. Воздействие осуществляется, как правило, двумя методами. Это испугать человека, что, как вы только что сказали, что деньги – ваши деньги, вот они прямо как вода утекают. То есть и человек начинает нервничать, начинает переживать. После чего подключается, значит, второй момент. Это когда людей ставят в условия, когда у них не хватает времени. То есть давайте быстрее, давайте принимайте решения, нужно сделать вот это, это, это. Ну вот, например, за период с 20 февраля по 20 марта 2022 года преобладающей является схема мошенничества, направленная на хищение денежных средств граждан путем кредитования. Вот эта вот схема выявлена по итогам обращения, по итогам поступления жалоб в Банк России. Вот, как она выглядит, да? Злоумышленники посредством телефонного звонка представляются уполномоченными лицами. Это могут быть представители МВД, прокуратуры, даже Банка России, службы безопасности кредитной организации. Убеждают гражданин, что проводится расследование на предмет оформления на него заявки неизвестным лицом. Гражданину предлагают опередить мошенников, оформить встречный кредит, получить кредитные средства, разместить средства в безопасном месте, какие-то безопасные ячейки, безопасный банковский счет. То есть вот так вот мошенники преподносят это все. По версии злоумышленников, сотрудники банка также являются мошенниками, они все это делают, поэтому к ним обращаться не надо, значит, работайте с нами. Гражданин быстренько оформляет кредит сейчас с развитием дистанционного обслуживания, дистанционного доступа. Это все делается достаточно быстро. Да, к сожалению, он оформляет кредит, переводит деньги, выводит деньги на счета мошенников, и все, после этого мошенники исчезают. Схема, мышеловка захлопнулась, человек попал. Поэтому здесь вот, вот почему наши люди ведутся? Ну, видимо, потому что вот все-таки доверяют, да, люди верят. А мошенники профессионалы, я бы даже мог рассказать свою историю, да, тоже вот такой звонок. Значит, смотрю московский номер, представляется женщина со стороны прокуратуры. Хорошо, а о том, что рассказала эта женщина, мы узнаем в следующем блоке нашей программы. Дорогие друзья, сейчас вас ждет блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который создан по инициативе прокуратуры нашей республики. И мы говорим о причинах и условиях IT-преступлений. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом хире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Антон Анатольевич, мы остановились на вашем личном примере, на вашей истории. Давайте ее продолжим. Да, я хотел рассказать свой случай, может быть, он будет кому-то полезен. Итак, значит, я получаю звонок, вижу, что номер московский, прям 495-й, представляется женский голос. Женщина представляется работником прокуратуры. Они ведут расследование от моего имени, кто-то с ним получает кредит. Но это был первый звонок. Я, значит, начал тут быстренько соображать. Время пол первого дня. Пока, значит, я с ней тут вот разговаривал что-то, я отвечал. Потом думаю, какая Москва? У них же пол седьмого утра. Какое расследование? Какой человек в банке? Это все, ну, это невозможно. Это, значит, ну, и тут все встало на свои места. Вот. Я стал более уверенно отвечать. Разговор прервался. То есть она прекратила разговор. И тут же второй случай. Ну, не тут же, а у меня был второй случай, когда уже, ну, там уже ясно. То есть все то же самое. Заход такой же. Кто-то, вот, доверенность. Давали ли вы доверенность? Мы хотим остановить платеж. Я говорю, останавливайте платеж. А вы давали доверенность? И начинаются вопросы. Я говорю, вы же хотите платеж остановить? Останавливайте. И когда я ей четвертое рассказал, останавливайте платеж, трубку положили. То есть, поэтому надо всегда контролировать ситуацию и с холодной головой отвечать на подобные вопросы. Не надо вот бросаться и не надо паниковать. Это вот первое, что нужно мошенникам. Вот, возвращаясь к тому, что я говорил чуть-чуть раньше, никаких специальных счетов в банках нет. Никаких счетов для граждан в Центральном банке нет. Это все придумки мошенников. Поэтому однозначно никаких таких действий делать не нужно. Не нужно брать кредиты для того, чтобы перевести деньги на эти специальные счета. Таких счетов нет. Все счета одинаковые. Хорошо. Иван Анатольевич, а какие иные у нас есть способы телефонного мошенничества? Так, для мошенничества у нас используются и такие способы, которые имеются. Это звонит сотрудник пенсионного фонда, либо Роспотребнадзора, или других социальных служб, сообщает о положенной социальной выплате или материальной помощи, вынуждая клиента предоставить данные карты, либо совершить какие-либо действия для получения выплат. Либо вам звонит полицейский, который ловит мошенника, и надо поймать его с поличным. Для ничего необходимо перевести ему деньги. Эмоциональные просьбы, помощи и ссылки для перечисления денег, поступающие вам через мессенджеры и электронную почту, в том числе от благотворительного фонда с просьбой о помощи какому-либо больному человеку или беженцам, либо СМС-сообщение, чтобы подписано платную услугу, за которую ежедневно со счета будет удерживаться плата, с предложением отказаться от данной услуги, для чего зайти на сайт по ссылке, который открывает доступ к мобильному банку. Увеличилось число фишинговых, то есть недостоверных, или вирусных рассылок на мессенджеры и электронную почту, фишинговые сайты, имитирующие интернет-магазины, или маркетинговые сайты, собирающие персональные данные или реквизит банковских карт. Также фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам. Также есть предложение купить антиковариат и драгоценные камни, поскольку рубль и валюта обесцениваются. Примерно вот такие способы. А есть ли какие-то новые способы мошенничества, которые у нас появились, например, в центральных регионах России в связи с началом спецоперации на Украине и введением санкций против нашей страны? Да, вот такие способы у нас имеют место быть. В связи с проведением специальной операции на Украине и введением санкций против России у нас появились такие способы мошенничества. Об отключении банков от системы SWIFT, о котором очень много говорится у нас по телевидению, о полном запрете на снятие наличных и блокировки любых банковских операций и предлагающие появились спасти деньги от санкций, вывести деньги на безопасный антикризисный счет, криптобиржу и так далее, обналичить их. Вас пугают вероятностью предстоящего полного запрета на снятие денег с счетов. Звонящие банковские работники якобы сообщают о возможности оформить кредит по низкой процентной ставке, уже уходящей вот этой ставке. Сообщение на электронную почту от платежной системы держателю карты о взломе хакерами некоторых баз данных установки новой системы безопасности с предложением проверить остаток и посетить сайт банка и обновить данные, чтобы банк мог гарантировать безопасность ваших средств. Открыть счет в Европейском банке и привязать его к российскому карточному счету, вывести родственников из-за границы. Интернет-магазины появляются с товарами по сниженным ценам, поддельные сайты с предложением подключения к системе быстрых платежей, льготному обмену валют на фоне падения курса рубля и введения комиссии за покупку валюты на бирже, а также появились посредники, предлагающие помощь при оплате картами услуг зарубежных сервисов или установку так называемых VPN-сервисов, в частности на Инстаграме и тому подобное. Хорошо, Антон Анатольевич, а могут ли банки как-то определить мошенническую операцию и остановить платеж? Это, наверное, очень популярный вопрос, он волнует очень многих. Да, банки, конечно, наблюдают за поведением своих клиентов, и если клиент ведет обычные операции, то есть перечисляет, например, ежемесячно кому-то из родственников определенную сумму, банк это все видит. Но если в какой-то момент времени сумма стала нестандартной, в несколько раз больше, в 10 раз больше, хотя у человека может быть разной совершенно жизненной ситуации, банк может приостановить такую операцию и связаться с клиентом. В этом случае клиенту задается простой вопрос, вы совершаете эту операцию? Если клиент подтверждает, сначала, конечно, идет идентификация клиентов, то есть клиент должен сказать, что он это он. После этого, если клиент подтверждает, операция осуществляется. Если клиент говорит «нет, нет», операция приостанавливается. То есть вот такой контроль банками осуществляется. Банк может приостановить операцию, если не дозвонился до своего клиента, до двух дней. Это предусмотрено законом. В то же время Банк России идет дальше и рекомендует кредитным организациям прекращать обслуживание карт. Если есть подозрение, что на эти карты осуществляется зачисление несанкционированных переводов, и с этой карты осуществляется обналичивание. Причем, если такая карта выявляется, то у этого клиента блокируются все счета и все карты. После этого клиенту нужно прийти в банк, доказать, что он действует в пределах своих законных интересов, после чего счет будет разблокирован. То есть это направлено на то, чтобы когда деньги, вот мы только что говорили, что переводятся на какой-то счет, после этого на этот счет, с этого счета, вернее, они массово рассылаются на другие счета карточные, и много людей, их называют дропперы, эти люди массово обналичивают. То есть деньги нужно снять с безналичных счетов. Поэтому банки так или иначе участвуют в процедуре и ограничивают по мере сил подобные операции. А вот часто мошеннические операции за банковскими картами происходят в интернете. И вот где здесь предостерегает опасность? Ну, интернет, он дает большие свободы, в то же время он, так сказать, несет риски. Там, наверное, три таких основных момента, которые можно выделить. Это, в первую очередь, это сайты, изменение одной буквы, например, О на ноль. Это другой сайт с точки зрения компьютера. И, то есть, так называемые подменные сайты. Второй момент – это когда злоумышленники рассылают письма со ссылками. По этим ссылкам можно пройти, опять же, на поддельный сайт, в первую очередь, да, там с клиентом начинает работать, он вносит данные, сайт оказывается подложенным, данные клиента становятся известными, да. Тем самым клиент, так сказать, сделал свои персональные данные, номер карты, пин-код от карты известные и доступные. Вот. И сейчас последняя новая фишка, связанная с введением санкций, это целиком подменные приложения крупных банков. Приложения исчезли из магазинов приложений. И сейчас в сети гуляет много ссылок на какие-то разработанные приложения. Что за приложения, где они разработаны, имеют ли они там вредоносный код, воруют ли данные пользователей. И здесь надо, конечно, очень серьезно обращать внимание. Стандартные решения – это внимание в браузерной стаке, это не проходить по ссылкам, и это закачивать приложение либо с сайтов банка, все банки работают в онлайн, да, у них есть свои странички и так далее. Вот. То есть, и самое главное, может быть, поставить антивирус, который этот вредоносный код будет вот искать в автоматическом режиме, что ли. Хорошо. Иван Анатольевич, поговорим о третьем основном способе мошенничества – это инвестиции в лжеброкерские организации. Вот в чем причины таких преступлений? Так. Есть такая мошенническая схема псевдоброкера, называется. Обвал фондового рынка последние дни оказался особенно чувствителен для частных инвесторов, не имеющих опыта работы с активами в условиях высокой волатильности. Они пребывают в панике и пытаются спасти свои деньги. Таким настроением пользуются и наши мошенники. Они предлагают поправить финансовое положение и вложиться в растущие валюты. Как я уже говорил, нефть, драгоценные металлы и фьючерсы на них. Также идет так называемый ход криптовалюта, который будет расти при любых условиях. Хорошо, продолжим об этом подробнее в нашем следующем, в третьем блоке нашей программы. Дорогие друзья, вас впереди ждет блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас очередной выпуск просветительского проекта «Доступное право», который был инициирован прокуратурой нашей республики. Сегодня мы говорим о причинах и условиях IT-преступлений. Напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Иван Анатольевич, мы говорили о инвестициях в лже-брокерские организации. Давайте продолжим наш разговор об этом. Под видом брокеров афилисты размещают в социальных сетях рекламу о так называемых выгодных инвестициях. Для инвестиций необходимо ставить заявку по форуме. Далее с инвестором связывается представитель брокера, который убеждает скачать специальную программу для работы на бирже и перевести, запомните, на брокерский счет деньги. После того, как преступник видит, что у вас, у жертвы заканчиваются деньги, брокерский счет обнуляется, а сам брокер перестает выходить на связь. Что делать? Прежде чем доверить свои средства неизвестным брокеру, обязательно проверьте, находится ли он в реестрах Банка России. Оказывать услуги на российском финансовом рынке могут только компании, имеющие лицензию регулятора. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Реестры» — список брокеров. Подробнее о том, как отличить добропорядочную брокерскую компанию от мошенников. Сравните доходность финансовых инструментов из рекламы брокера с доходностью этих инструментов у уже известных лицензионных брокеров. Если прибыль у них в разы больше, это, конечно же, повод сомневаться. А каким образом человек остаётся, мало того, что без денег, но ещё и в долгах? Как быть? Что делать в этом случае? Сразу же надо обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением. И насколько это возможно, дать очень подробную информацию органам правопорядка, чтобы органам правопорядка в ближайшие сутки, насколько это максимально, быстро отследили тот счёт, либо тот телефон, с которого поступили звонки, и уже предпринимать определённые меры. Потому что у нас уже и органы правоохраны тоже в этой части уже у нас появляется ряд уголовных дел, где уявляются и извлечаются группы, действующие по некоторым регионам, с охватом нескольких регионов. То есть, соответственно, если у нас появляется виновное лицо, то появляется возможность уже каким-то образом возместить причинённый вам ущерб. А если человек всё-таки оказался среди обманутых, вот есть вероятность, что вам вернут деньги? Если преступление, вот я ещё раз сказал, будет раскрыто, и если появится виновное лицо, в отношении которого судом будет вынесен обвинительный приговор, и, соответственно, тогда имеется возможность каким-то образом возместить причинённый вам ущерб. — Антон Анатольевич, а вот как гражданину не стать жертвой лже-брокера? — Ну, чтобы не стать жертвой лже-брокера, нужно, конечно, сохранять спокойствие и принимать решения взвешенно и осторожно. Как правило, лже-брокеры, они проводят такую политику, предлагают и эксклюзивные предложения, вип-обслуживание и другие заманчивые вещи, и здесь многие теряют голову и поддаются. Вот если человек не поддаётся, то включается, как я уже раньше говорил, условие, когда человеку нужно здесь и сейчас принять решение, значит, завтра это будет недоступно и так далее. Если такое происходит, это однозначно признаки мошенничества, нужно взять паузу, спокойно сесть, посмотреть договор, условия договора. Но это половина дела. Вторая половина дела — это проверить наличие лицензии у этого участника финансового рынка. Это может быть не только брокер, это касается ко всем участникам финансового рынка, это и пенсионные фонды, и страховые компании, и другие-другие участники финансового рынка. Информация о наличии лицензии, этот вид деятельности лицензируемый, и информация о наличии находится на сайте Банка России. Мы сейчас размещаем эту информацию. Там же, кстати, есть информация и о мошенниках, которые организации, деятельность которых имеет признаки мошенничества. Там тоже можно посмотреть, что такая организация в этом реестре есть. Зайти туда очень легко. Это на главной странице сайта Банка России. Прямо проверь участника финансового рынка. Прямо туда заходишь, вбиваешь реквизиты и проверяешь. Вот это главный признак, по которому... Если там организации, которая вам предлагает свои услуги, нету, с этой организацией дел иметь нельзя. То есть это однозначно будет потерять денег. Рано или поздно это состоится. Вы согласны с таким утверждением, что деньги не потеряет финансово грамотный человек? И кого мы называем таким человеком? Я на 100% согласен. И Банк России большие усилия прилагает. И вот на территории республики мы вместе с Минфином республики эту работу активно обширно ведем. Какие же признаки человека финансово грамотного? Можно назвать следующие. Этот человек ведет учет своих доходов и расходов. Он планирует свой личный бюджет. Он соблюдает финансовую дисциплину. Не допускает пропуска платежей обязательных, коммунальных, за кредиты и так далее. Предварительно просчитывает все свои шаги, финансовые шаги. Нужно ли брать кредит, сможет ли он его отдать. То есть финансово грамотный человек умеет жить по средствам. Конечно, финансово грамотный человек держит руку на пульсе. Он интересуется финансовыми новыми продуктами, знает основы и понимает, где получить финансовые знания. Также он знает свои права, потому что финансово грамотный человек может себя защитить. И с таким человеком, который понимает, как работает финансовый рынок, очень трудно мошенникам ввести его в заблуждение. Ну и, наконец, шестое отличие. Этот человек умеет выбирать финансовые услуги, которые ему доступны сейчас, которые ему нужны сейчас. И которые реально подходят для тех задач, которые он перед собой поставил. А вот где можно получить такие знания и, может быть, посоветуете какие-то интернет-ресурсы для того, чтобы действительно прочитать, вооружиться и всегда быть начеком? Да, конечно, я посоветую. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, вся такая информация, касающаяся финансового рынка, можно найти на сайте регулятора, на сайте Банка России. Также Банк России завел и сопровождает очень активно информационно-просветительский ресурс «Финкультинфоролик», которого мы только что с вами посмотрели. На этом сайте в разделе «Грабли» можно познакомиться с реальными историями, в которые попали люди, не соблюдав правила финансовой гигиены, не владея финансовыми знаниями. И они тоже на примере могут показать, как не следует поступать. Хорошо. Ну и в завершении нашего разговора давайте сделаем небольшое резюме. Иван Анатольевич, дайте, пожалуйста, совет нашим телезрителям, радиослушателям. Если всё-таки поступил такой подозрительный телефонный звонок, что делать? Вообще, априори сказать надо, что практически все телефонные звонки, по которым обращаются к нашим гражданам, и даже тогда, когда они называют ваше полное имя, отчество, они могут даже назвать ваши данные. Это априори, это звонки мошенников. Это надо помнить всегда. И тем более, такие выгодные предложения, которые в разы по своей выгодности, в разы превышают предложения наших солидных банков-лидеров, Сбербанка того же, ВТВ банка, это всегда мошенники. Помните об этом. У них одна цель – выкачать ваши средства, любыми доступными для этого средствами. И опять же, они до того, скажем так, входят в ваши головы, что они вашими же действиями, вы же сами имейте деньги и дарите. Поэтому помните, что любой телефонный звонок о предоставлении вам каких-либо выгод и услуг – это практически на 99% этого обмана. Пожалуйста, будьте благоразумны, будьте бдительны. Если, к сожалению, это с вами случилось, то идите в ближайшее отделение полиции, либо к нам в органы прокуратуры. Антон Анатольевич? Я добавлю, что основной признак, отличающий мошенников от немошенников, это интерес мошенников к вашим деньгам. То есть они попытаются выведать ваши персональные данные, доступ к вашему счету в первую очередь. Ну и вот те признаки – это испугать, это поставить вас цитнот. Вот эти признаки, наверное, ключевые, по которым можно сразу отличить мошенника и сразу дистанцироваться. Наше твердое убеждение, и мы его всегда предлагаем – нужно прекратить общение. Вот нужно прекратить общение, отойти в сторону, посмотреть. Вот приходит озарение человеку, что же я делаю это? Чтобы не попадать в просаг, не попадать в ситуацию, когда вы теряете деньги, когда нужно обращаться в правоохранительные органы, ну прекратить эти действия. Прекратить разговор и потом уже на холодную голову. Да, подумать, на холодную голову принять решение. Принять решение, может быть, позвонить в тот же банк. Ну что же, я благодарю своих собеседников за очень интересный разговор. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня, и в ее рамках проект «Доступное право». Все вам самое доброе, до свидания.